Президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. В документе речь идет о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях РФ. Глава государства поручил развивать взаимодействие между украинцами и порабощенными Россией народами. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте Офиса президента. В своем указе Зеленский подчеркнул, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод. В частности, президент упомянул про украинцев на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, в пределах современных российских регионов. Президент поручил правительству разработать, с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение СНБО, план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ. В указе говорится, что эта работа должна заключаться в сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих на территориях так называемой РФ, исторически населенных этническими украинцами. Также Зеленский поручил изучить политику принудительной русификации, политических репрессий и депортации украинцев, восстановление и сохранение исторической памяти. С Днем Соборности, дорогие народы! Слава украинцам! Слава Украине! Слава я девчина! На каком языке, между прочим? Что это за язык? Нет. На каком языке вы пели? Этот язык называется балачка. Он, к сожалению, уже постепенно теряется. Балачка – это исконно кубанское наречие, по всей видимости. Мы очень друзья. Сейчас этот диалект понятий немногим, но еще сто лет назад так разговаривали все жители Кубани. Возродить балачку – официальный язык кубанских казаков пытаются в Краснодарском крае. Лычек – глиняный горшок, в нем сметаны навершок. С первого взгляда кубанская азбука ничем не отличается от общепризнанной. Буквы те же, их количество тоже, но проблема в том, что слов знакомых нет. Вот, к примеру, буква «Икраткая». В российском букваре на нее одно слово – «Йод». Об этом знает каждый школьник. Но в кубанской азбуке слов на эту букву – 10. Ну, «йдет» – это значит «идет». Хутор ударный. Всего 400 человек населения. Из них, балакающих, осталось только 100. В основном люди пожилые. Я, кажут, не учи, но Кубань не переучишь. Питвать вас, вы еще трое украинцы? Украинцы? А кто же? Так, а кто вас сюда пригласил? Ну, как вы думаете, кто нас мог сюда пригласить? Я сам Порох, моя фамилия. А зовут? Иван Денисович. По паспорту кто? Ну, русский, конечно, по паспорту. А себе считаете кем? Ну, а себе считаю, мы хохлами считаем. Так кто же вот эти русские, чехоли? Папа, я не знаю, мы русские. Папа русский. Не знаю. Чем мы русские? Мы тоже козачи. Козачи, ну, перевели нас вот так вот. Папа русский. Уже моя за Кацапа уйшла зависться, за Кацапа. Мама там, мата, моя козачка была. Ну, вы, я думаю, так, вы знали, что наши эти станицы, и Заветинская, Марская, там Мешастовка, и так далее. По правую сторону реки Кубани, это все бывшие запорожцы. Так же? Вот. Так вот, мне кажется, вы просто, вы, да, ну-ка ж, поедем, подивимся, какие же они там есть. А почему я записанный не украинец, а русский? У меня там друг був, Жовтобрюх его хомиле, а він Жовтобрюхов. Чтобы скрыть, что у нас фамилии украинские, запорожские, потому что нас душили Господи Победе, потому что весь Краснодарский край сделали русским. Украинцы. Что вы говорите? А теперь, кем вы ставите? А теперь мы сами не знаем, кто мы. Ну, так кто вы, русский, украинский, перевертный. Перевертный. А я не знаю, а почему это так, что вы? Это поколение-то наше украинское было. Украинское. А почему ты, каже, почему, что мы русский пишем? Вот это вопрос. Да. Да, да. Ну, мы, я учился в школе, мы украинском языке. Ага. Вот, и балакали мы по-украински. Ага. А с 1933 года, пішло все на смарку. Ага, это не смарку. И сейчас я не знаю ни украинского, ни русского языка. Не знаю. Кубанское, балако. Да, да. Все началось, оно, ще в 26-м. В 26-м году тут было аж три вистуки. И была виселка така, голодовка ж была. Ага. Значит, перебух. Прямо приходили, забирали все. Что забирали и моего батька. Значит, первую ночь приходят, вот ага, такий-то, виводят, пошел, виводят, пошел туда и сразу на те глинище и уничтожают. И выбирали такий, что, значит, собий, краевой такой красивый. Да даже так было. От приедут до тебя, вызывают, выходишь ты. Только двери открыли, бах, и пишут, а кто такий, что такий, все. В 33-м году подводы идуть по улице. Ага, бачить, ходит человек по городу. Подвертай гарбовку. Подвертай. Собирайся, поехали. Поехали. И все. А куда же везли? Ну, на станцию. В Казахстан. В Казахстан. В 33-м году виселяли в Казахстан, в Северник. Вот половину станицы вислили у нас. А потом с Ленинградской области, что ли, сюда навезли других людей. И назвали ее Ленинградскую в 33-м году. И спевали пісню «Прощайте, Уминская станица», когда виселали. А знаете эту пісню? Прощайте, Уминская станица, прощай, весела сторона, прощай, Казахстан. Я помню свое детство. Ходил я в 2-й класс в школу. Учитель спрашивал национальность. Я говорю, козак, а він нема такой нації, русский. Пришел додому, плачу. Хопа, чосино, який я русский, я ж козак. А чосаке, учитель отак, отак сказав. Ну, значит будем русские, а то виселять нас на соловки. Потом у школы организовали кавалерийский козачий кружок. Ну, я батько боялся, батько бил у меня. Аби не бил, я б не знаю, хто б був. Приходил додому, папа, я запишусь в козакий кавалерийский кружок. Где в школе? Не смей. То я так слезы, не смей, хам, суки, сын. Где нас, что, на соловки? Да, хлопцы записываются, за ремень. Ударил несколько раз. Ну, я не записал. Проходит время, и батько меня и питает. Ну, Павло, я живешь, где хлопцы твои? Чтобы писались. То их уж не мало, в школу не ходят. Ну, знай, где они. Знаю в школе, а их всех на виселку отправили. Тут дело, я думаю, так, зайшло за то же, за самостейную Кубань. Понимаете? Когда этих красных выгнали в 18-м году, то стали козаки бороться за те, что от ваша Россия, теперь вы защищаетесь самим. А мы сами. Мы выгнали, и мы не будем за вас воевать. И вот это и пошло. Я говорю, что 75 лет, можно сказать, нас разрушали. И это как бы наш обычай, наши все такие привычки, язык наш. Разрушали, а теперь 170 лет надо, чтобы это восстановить. А теперь мы говорим, что наши правнуки такие стали. Да потому что их так напичкали. Как! Как! Субтитры создавал DimaTorzok